По вашим многочисленным просьбам представляю вам научного руководителя лаборатории интегральных биоинформационных технологий, кандидата технических наук в области искусственного интеллекта, Виталия Леонидовича Правдивцева. Добрый день. Добрый день. Что я хочу сказать. Никого меня так не просили продолжения, как в вашей лекции про оружие климатическое. Ну да, мы вроде не успели слишком широко размахнуться. Ну и делать трехчасовое видео было бы сложно. Смотрите, даже то, что я у вас из какой-то лекции почерпнул про то, что во время кино мозг, точнее я это сразу на кино переложил, что мозг способен обрабатывать либо звуковую, либо видеоинформацию одновременно, критически, а когда она идет одновременно, то по одному из каналов точно можно загружать что-либо. Я это тут же на кино переложил и понял, почему Владимир Ильич Ленин говорил, что кино важнейшее из искусств. Но это же только деталь, а я так понимаю, что у вас есть целый полноценный рассказ об этих вопросах. Ну, в общем, конечно, сейчас очень изощренные технологии. Именно изощренные? Именно изощренные технологии, о которых даже не все знают. Когда мы смотрим телевизор, какую-то рекламу, если ты знаешь технологию, то видишь, вот эту использовали, это вот здесь применили, это вот это, а сейчас будет вот это, и точно, понимаете? Ну, это если знаешь. Ну, лучше, как говорится, меньше знаешь, лучше спишь. Я хочу просто напомнить, что прошлая у нас встреча, она касалась нескольких поколений войн, и в том числе последним поколением это связано с глобальной войной, биосферной, геосферной оружием. Вообще, за время своего существования, то есть за тысячи лет, человечество прошло шесть поколений войн. Ну, так, во всяком случае, считают теоретики. Первое поколение связано с холодным оружием, это мечи, луки, стрелы, доспехи и так далее, и так далее. Второе связано с огнестрельным оружием гладкоствольным, которое не имело большой дальности, и такой убойной силы, как следующее поколение, нарезное огнестрельное оружие. Вот, следующее, четвертое поколение уже связано с автоматическим огнестрельным оружием, то есть за единицу времени можно выпустить такое количество зарядов, что раньше, там, можно было, я не знаю, там, за это время, но два-три выстрела сделать, там, здесь тысячи можно сделать. И следующее поколение, которое началось, грубо говоря, в конце, во второй половине сороковых годов, когда были сброшены бомбы на Хиросиму Нагасаки, они ничего не решили, в принципе, потому что война уже была японцами проиграна, это была просто демонстрация силы и устрашения для Советского Союза, потому что это поколение войн, оно бесперспективное, вот оно выпадает и остальных поколений, потому что в нем не будет, в этом поколении, в этих войнах не будет победителя. Либо это будет первая победа. Ну, в общем-то, это последняя победа будет у человечества, потому что даже такая, в общем-то, маленькая точка на географической карте, как Чернобыль, или Фукусима, да, и так далее, и так далее, то мы видим, какие последствия, вот. А тут, ну, практически человечеству, будем говорить, оставшиеся в живых, будут завидовать мертвым. Вот. И шестое поколение войн, это уже поколение, которое рассчитано на победителя, связано с очень мощными информационными прорывами, компьютерами и так далее, с навигационными системами, спутниковыми системами. Это поколение сверхточного, высокоточного ударного оружия. Это крылатые ракеты, которые могут запускаться с самых разных носителей. Самолетов, кораблей, земных установок из-под воды. И вот этому было поколению, точнее, тем поколением была посвящена вот вступительная часть вот этой книжки, которая у меня вышла. И в ней мы рассматривали еще три, но это уже глобальное, седьмое поколение войн, это уже глобальное оружие, которое касается земли матушки целиком, а не конкретных регионов, где идут какие-то локальные войны. Это биосферное, геосферное, психосферное оружие. Если очень коротко, то биосферное – это, во-первых, экологическое оружие, то есть для воздействия на растительный животный мир, прежде всего на биологическую среду обитания, бактериологическое, то есть на физиологию человека, понятно, бактерии и прочее. Генетическое оружие – это высокоточное поражение генетического аппарата человека. Уже сейчас геном человека был расшифрован, и это уже сразу же идет в войну. Сразу идет в военные технологии. В военные технологии, конечно. И этническое, расовое – это тоже на базе геномного оружия было сделано, но оно позволяет избирательно воздействовать на тот или иной этнос. То есть или этнические группы, можно на одних, можно на других. То есть будут рядом жить, одни на одних будут воздействовать, на других не будут воздействовать. Некоторые говорят о том, что это невозможно, потому что не до конца расшифровано, и непонятно, как это будет работать. Хотя я знаю, что как минимум такую вещь вычисляли, именно сейчас про этническое или расовое оружие. Способ работы с меланином разный у белой расы и у черной. И на этом различии уже можно построить идентификатор избирательного поражения. Это я точно знаю, что вот так прорабатывалось. А уже сделали или нет? Нет, дело в том, что я тоже сомневаюсь в эффективности этого оружия, но еще по другой причине. Сейчас очень много смешанных рас. То есть в геномах… Это тоже называют причиной поражения. Причиной, да. Хотя есть более-менее чистые такие, будем говорить, этносы, у которых можно выделить их особенность. И именно на эту особенность воздействовать. Ну, я не знаю, насколько это перспективно, потому что это может перекинуться и быть неуправляемым. Потому что представители этих этносов находятся и в странах, которые будут применять это оружие. И следующее – это после биосферного оружия. Это геосферное оружие. То есть оружие, которое затрагивает все сферы Земли. Литосферу, гидросферу, метеосферу, озоносферу и магнитосферу. То есть ионосферу и магнитосферу. Мы подробно это рассказывали, как это делается. Это серьезные очень наработки есть. И сейчас они применяются. Может быть, частично опять-таки, потому что они плохо управляемы, к сожалению. Видеоприложение к журналу «Экономист» за декабрь прошлого года анонсировал проект по напылению чего-то в атмосферу, именно чтобы отражать лучи, для того, чтобы понижать температуру на планете. Причем они это планируют делать в рамках всей планеты. Единственный вопрос остался, как согласовать между всеми. Я так понял, что некоторые страны, страны третьего мира, вообще не приглашают к обсуждению этого вопроса, если они между собой будут договариваться. Я думаю, что тут еще и лукавят, потому что им нужно каким-то образом объяснить некоторые новые технологии. А когда он летает самолет и оставляет химтрейлы вот эти вот, люди спрашивают, а что это такое? Это не инверсионный след, потому что тот исчезает за минуты, а это часами. Причем висят сетками. Да, я сам наблюдал это в Болгарии, когда вот проходят, проходят самолеты, и вот уже клеточками. Я фотографии, я все это делал, но висело часами. Но дело в том, что, как считают эксперты, это тоже способ биологического, в частности, оружия и генетического оружия. Но нужно каким-то образом оправдать это. Но они говорят, что это для того, чтобы потепление Земли уменьшить и так далее, и так далее. Дальше идет самое интересное, о чем мы не говорили. Это следующая сфера. То есть после литоби, гидросферы, атмосферы, ионосферы идет психосфера. Что такое психосфера? Вот тут нужно как-то немножечко определиться с этими названиями, потому что это не очень привычное название. То есть это психосферное оружие, это оружие борьбы за духовный мир человека, за его сознание. Но это очень удобно, потому что это еще после Второй мировой войны было решено, что очень дорого и затратно завоевывать, а потом удерживать. Это же агрессивно-насильственный метод. Гораздо проще переубедить человека, чтобы он сам, не знаю, признался, сам сдался. Нет, даже я тебе скажу, не переубедить, а сделать так, чтобы он сам был, ох, какой я умный, к какому я выводу пришел. Ну или так. И начал проталкивать свои идеи, и он не понимает, что это ему навязали. Очень аккуратно вложили в мозг. И это смысл психосферного оружия в том, что оно эффективности в зависимости от того, насколько человек или коллектив знает о его применении или нет. Знаете, как гипноз, да? То есть если, говорит, сейчас я тебя буду гипнотизировать. Все, у нас есть возможности, у человека, у любого человека есть возможности сопротивляться. Я помню, у меня была встреча с очень мощным гипнотизером, еще на телевидении, мы там спор затеяли, а потом закончилась передача. Я говорю, понимаете, если человек не захочет, вы ничего с ним не сделаете. А он очень мощный гипнотизер, сейчас уже умер он. Не хочу называть фамилию. Я говорю, потом мы вышли в коридор, говорю, давайте попробуем, вот попробуйте меня загипнотизировать. И он с помощником у него был помощник, мы ушли так укромненько и так далее. Он пытался, 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 ничего не получается. Говорю, потому что я активно сопротивляюсь этому, потому что я знаю, на меня будет воздействие. И я это воздействие блокирую, во всяком случае сопротивляюсь. Я не знаю, насколько каждый может, это вот так вот. Но, вообще-то говоря, эффективность зависит от того, насколько человек знает, что на него идет воздействие. И поэтому, может быть, вот сегодняшняя передача, она поможет... Она кажется практически полезной. Может быть, поможет людям не поддаваться на такие воздействия, особенно если ты знаешь механизмы, технологии, как-то вы пытаются манипулировать. Психосфера — это такое образование, считается теоретически, хотя не только теоретически, сейчас это уже доказано, которое возникает от жизнедеятельности живых существ. Потому что психика есть ведь не только у человека, психика есть у животных, у разного уровня и так далее. Так вот, Земля, как любой объект, физический объект, живой объект, она имеет вот такую оболочку психических энергий. Это вот так называемая психосфера. Это связано, потом мы поговорим еще, с информационным полем. И поэтому воздействие на этом уровне идет на разных стратах. Но это мы потом поговорим. Так вот, это психосферное оружие — это оружие борьбы за сознание человека. Вот смысл. Если там оружие, будем говорить, на уничтожение экономики, боевой техники или еще что-нибудь, то здесь за сознание человека. и считается сейчас, что именно вот эти новейшие технологии, которые позволяют уже сегодня эффективно воздействовать, они могут привести значительно быстрее к победе, чем любое оружие традиционное. и мы, в общем-то, на опыте нашей страны знаем, что такое разрушение, будем говорить, психических устоев или моральных, духовных устоев. И это хорошо видно, что сейчас происходит. вот, и это очень изощренно, это очень умные люди работают, и недооценивать их это просто преступно. Дело в том, что если раньше мы говорили о завоевании территории, экономики и так далее, и так далее, то даже уничтожение, то сейчас речь идет вообще цели немножечко другие. Не вовсе войны ведутся не для уничтожения чужой экономики, а для инкорпорирования ее и превращения в свою экономику. Ну вот, если таким умным словом сказать, то, по сути дела, заставить работать противника на себя, при этом он может даже не подозревать этого. Понимаете? Вот смысл вообще психосферного оружия. То есть была страна, она осталась, шахты остались, прииски остались, нефтяные вышки остались, но работает теперь на меня. Понимаете? Вот, если грубо говоря, вот это смысл этих вещей. Так вот, кроме традиционных, вот я там у вас видел книгу по информационной, новейшей информационной технологии, как бы информационного воздействия, информационные войны, да, но это традиционные вещи, они были известны давно. это пропаганда, там какие-то запускаются слухи, какие-то еще, и сейчас занимается. Ну, кроме вот этих традиционных способов, ну, он сейчас вот там в Кемерово было, да, какой-то, я не знаю, деятель очень спокойно панику вызвал в городе, и город вышел, потому что он просто-напросто от имени, ну, пранкер, да, от имени МЧС начал звонить по моргам, по больницам и так далее, и говорит, готовьтесь у нас принять 300 погибших или так далее. И там паника пошла, что нас скрывают 64 человека, на самом деле 300 и так далее, люди вышли на улицу, все, и управлять очень легко. Телефонный терроризм, отдельный вопрос, будет у меня три минуты, я тоже скажу про него. Не зря в прошлом году в Госдуме посвятили как бы время определенное, доклады, я не знаю, слушали вы или не слушали, но там ряд событий, цепочка событий перед этим была определенная. Ну, вообще-то говоря, это традиционное информационное оружие, понимаете, листовки, радиопередачи, распускание слухов, паники и так далее, и так далее, и тот же самый терроризм телефонный, это относится к традиционным способам и методам, но есть нетрадиционные способы, точнее, они уже становятся сейчас тоже традиционными, но еще, слава Богу, но не афишируют. Да, но прежде всего, это психотропное воздействие на психику людей, то есть, это могут быть медицинские препараты, это могут быть химические, патологические вещества, добавки в пищу, в воду и так далее, и так далее, и человек не понимает, что с ним делать, я вам расскажу, например, об этом. Дальше, психотронное, в отличие от химических воздействий, да, вот этих вот, это техногенное воздействие, некими электромагнитными полями, там, или еще какими-то способами, техногенное воздействие на мозг и внутренние органы человека, потому что мозг наш, мы знаем прекрасно сейчас, уже не так давно, кстати, но где-то с 50-х годов мы уже знаем тонкости работы мозга, частоты альфа, бета, гамма, там, дельта, тета и так далее, когда они работают, когда они будут пассивны, более-менее, и поняли, для чего они нашему мозгу, и поэтому началось воздействие на эти частоты и попытки управлять мозг, попытки управлять, например, в свое время, я помню, в 70-е годы примерно, там, такой, в прессе были такие восторженные статьи о том, что американцы научились вызывать гениальные идеи у людей и так далее, и так далее, правда, потом выяснилось, да, можно ввести мозг в определенное состояние, он начинает очень сильно работать, у него производительность мощная, и он генерирует новые идеи и так далее, но, знаете, как это, закон космический, халявы не бывает, это все приходится платить, и если кто-то думает, что вот он где-то там получил большую выгоду, надо сразу искать, о чем я проигрываю, вот, это мудрые, в общем-то, отношения к жизни, так вот, выяснилось, через некоторое время, что люди, которых стимулировали вот такую интеллектуальную деятельность, они, да, они там для фирм приносили потрясающие доходы, и так далее, они в среднем где-то до 35 лет, потом это или растения, или просто умирали, то есть изнашивается, у нас ведь есть какие-то резервы, мы не можем работать, например, 48 часов подряд, без отдыха, без всего, мы исчерпываем свои резервы, то же самое и связано с интеллектуальной деятельностью, вот, просто люди умирают, вот системы, системные программисты высокого класса, они в 35 лет на пенсию уходят, потому что дальше это они уже, это уже не те люди, но это были психотронные способы и так далее, есть еще психоаналитические или психокоррекционные, то есть это воздействие на подсознание во время гипноза, сугестий, там, глубокого сна и так далее, и я в какое-то время поддался еще молодым был обучение иностранным языкам во сне, и я сделал такую приставочку к своему магнитофону, зацикл там на несколько минут, и вот эта лента вращалась, и я ложился спать, и она включалась в определенное время, и там просто-напросто я наговаривал какие-то фразы, какие-то слова, словарь, и так далее, вот, на иностранных языках, вот, правда, проблема была, я там такое жиле было, я поставил, ну, так щелкало, что я просыпался, но это мои эксперименты закончились, вот, кроме того, используются такие вещи, тоже уже отработанные, как и наупин, нейролингвистическое программирование, то есть, воздействие на сознание людей с помощью специальных методик, это связано и с позой человека и жестами, и прохождением энергетики, определенные воздействия слов, последовательности слов, и так далее, и так далее, еще существуют новые методы, новые виды оружия, это виртуальное кибернетическое оружие, это я потом расскажу немножко, но смысл такой, что происходит обман человека, его органов чувств, его зрение, его слуха, и так далее, и он воспринимает иллюзию за действительность, сегодня это уже можно, это с помощью голографии можно делать, с помощью воздействия на определенных частотах прямо в мозг, и так далее, и туда же можно отнести кибернетическое оружие, то есть, воздействие через компьютер, тоже, причем можно вызвать очень серьезные повреждения, вплоть до инсультов, и так далее, это я не слышал, есть такие вирусы, которые с определенной частотой вызывают перепады давления, то есть, по малому кругу, и оно поднимает давление в мозге, там лопаются сосуды, и так далее, и так далее, вот, но кроме того, это компьютерное оружие, можно использовать для воздействия на боевую технику противника, поскольку она сейчас практически вся на компьютеризирована, и поэтому, внедрившись в программу, можно эту технику заставить работать по-другому, вплоть до уничтожения противника, она сама на себя начнет уничтожать. Кроме того, ну, это совсем закрытые работы идут, это нетрадиционные виды пси-оружия, это парапсихологическое, экстрасенсорное, дистантное, магическое, техномагическое, то есть, через неосознаваемое восприятие, человек не понимает, что на него воздействует. И, седьмое, я выделил такую вот, как бы, отдельно, это ноосферное оружие, то есть, через ноосферу, ноосферу мы понимаем, что это совокупность информационных полей различных людей, которые приобретают совокупность свойства эмерджентности или эмергентности, говоря, то есть, системные свойства, то есть, у этой ноосферы появляются свойства, которые не присущи каждому отдельности, то есть, каждому индивидууму в отдельности. То есть, как вот часы, например, да, вот, стрелка есть, есть циферблат, есть заводная головка, пружинки и так далее, ни одна из них, из этих деталей, не может показывать время. А часы, у них появляется новое свойство, системное свойство, они, благодаря этому, могут показывать время, а отдельные элементы не могут. Так вот, у ноосферы именно такие есть свойства, которые выгодно отличают ее даже от самых гениальных людей, которые генерируют эти вещи. Вот. И сейчас это, ну, насколько я понимаю, какие-то есть такие, что называется, разведпризнаки, да, что работа в этом отношении ведется, но она очень закрытая. эта работа, например, связана даже со сном и сновидениями, да, одно из самых закрытых направлений. Нет, почему кое-что из снов и сновидений там анонсируют научных этих, о том, что японцы, японцы научились там как-то что-то со с нами проецировать, это попадало в открытый раз. Ну, я говорю, вот это вот разведпризнаки, что работа в этом направлении ведется, вот, но смысл вообще всего и главная задача, это, главная задача вот этого психосферного оружия, это манипулирование сознанием. То есть, что такое манипулирование? Это не просто какое-то безобидное управление людьми, да, это обман. Дело в том, что человек не подозревает, что им управляют. Причем это будет не в его пользу, иначе манипулированием не требовалось пользоваться, раз им пользуются. Потому что иногда говорят, нами манипулируют, вот посмотрите, вот то-то, то-то, я говорю, ребята, вы же прекрасно понимаете, что делают, вам дают даже информацию эту, значит, это уже не манипулирование, это управление, а вот когда вам не дают информацию, а управляют, вот это уже и называется манипулирование. То есть, это тайные какие-то воздействия, и целью это является лишение человека свободы выбора. Ну, да, прежде всего, да, то есть, мягкое подведение его каким-то заданным решением, причем не им, а кем-то заданным решением. И конечная цель это господство над духовным, какой-то над духовной сферой человека. так вот, вот успех манипуляции тем выше, я уже говорил, особенно высок, когда манипулируемый не знает, что им управляют. Как только появляется такое понимание, что им управляют, эффект резко снижается манипуляцией. корни вот этих вообще психотехнологий лежат очень в далеком прошлом. Это какие-то древние источники даже и так далее. Потому что вот это манипулирование и воздействие на людей, любые правители использовали эти вещи, зная это были так сказать избранные, это были такие сокровенные знания, которые особенно не афишировались, а если афишировались, то только в среде своей. вот к таким знаниям, к таким, будем говорить, сейчас это уже открытые какие-то вещи, которые прошли, тогда были более-менее закрытые. Это, например, в Китае, например, это книга Лао Цзи Дао Ле Цзин, ну, в переводе там такой вольном, книга естественно в ходе событий. Это инструкция у книг Пермен. Дао Де Цзин, это другая книга. Я когда-то читал китайскую философию на ночь, чтобы быстрее уснуть. И когда я ткнулся на эту книгу, я не мог уснуть, я до четырех часов утра читал, потому что настолько это интересно. это инструкция правителям, государственным правителям, как управлять народом. Вот, там фактически очень много технологий и методик, которые сейчас взяты на вооружение. к таким же книгам можно отнести, например, книгу «Государь» Никола Макеавелли. На мой взгляд, пустоватая книга, но... Сейчас не обсуждаем, пойдем дальше. Нет, она не пустоватая, если внимательно читать, на мой взгляд. Ну, может быть. Если, подсмотря под каким углом читать, понимаете, если ты читаешь под углом, например, изложенных там методик скрытых или полускрытых, да, это одно, а если просто исторические, там очень много исторических примеров, там такой-то герцог, такой-то правитель, такой-то и так далее, то да, это может быть и так выглядеть, но там второй пласт очень интересный. Вот. И вот эти вот знания, которые раньше, по сути дела, давались только Итбурным, вот во времена смут, а я считаю, что это время смут у нас началось в стране, например, в конце 80-х годов и до 90-х, где-то до конца 90-х, да, это была смута, когда рушились государственные институты, какие-то тайны начали выплывать, технологии начали выплывать, литература, которая особенно не пропагандировалась, начали печатать, кому не лень, потому что это деньги были, потому что какие-то старые, какие-то методики и по гипнозу, и по внушению, и так далее, и так далее, очень много появилось технологий, в том числе технологии выползли, технологии, и особенно попавшие, если они попали в криминальную среду, они особенно опасны, это технологии воздействия на психику человека, мы какие-то признаки этого тоже видим, да, то людей с какой-то полностью угасшей памятью находят, он не знает, у него есть остались все его навыки профессиональные, но он не помнит ни имени, ни откуда он, ни что, то есть уже избирательное воздействие на мозг человека, оставляя в нем только профессиональные какие-то качества, которые могут пригодиться в качестве раба, неважно на какого уровня, это интеллектуальный раб или физический раб и так далее, это тоже технологии и они видим каким-то не так давно я делал интервью с Владимиром Кочеренко, он гипнотизер, он кандидат психических наук, и он рассказывал о том, что он к сожалению с этим человеком тоже был сильный гипнотизер, он с ним контакт потерял где-то в середине 80-х годов, те работали над одной из программ, их пускали в спецархив, и истории спецархива, это как бы что было в Европе, скажем так, зафиксировано после Второй мировой войны, это цепочка ограблений банков, когда людей потом вышли, которые грабили банки, они ничего не помнили, и вывели это в результате, как бы вышли, точнее, после расследования всего этого, на представителя Третьего рейха, который как раз во время Второй мировой войны в концлагерях занимался именно вот этим воздействием, просто так как ему захотелось денег, он это дело решил монетизировать те технологии, которые, и отправил людей банально грабить банки, вот я просто за что купил, за то пересказывай, это я ничего не читал, нет, но дело в том, что в Третьем рейхе на самом деле очень серьезно относились к этим вещам, они не чуждались, то, что называют у нас мистикой всякой и так далее, это никто не знает, это не тайна ни для кого, что они прорабатывали, прорабатывали, и вот, если говорить, цель в самом главном это то, что древние знали и способы знали, для того, чтобы правильно управлять, хорошо управлять эффективно, нужно человека погрузить в измененное состояние сознания, ну, это может быть легкое, когда он даже не подозревает и такой, опять постировали, вот ИСС, так называемый, измененное состояние сознания, у него именно это его специализация, 400 степень измененного состояния сознания существует, это он мне прям последовательно объяснял, так вот, именно в третьем рейхе, я не знаю, насколько впервые, но по некоторым документам, что серьезно это в практику, именно в третьем рейхе начали внедрять психотропные какие-то вещества, сначала их испытывали на заключенных, там и так далее, а потом начали давать своим солдатам и так далее, так вот, в частности, было такое вещество, вот оно в таблетках, первитин, которое делало человека неутомимым, он несколько суток не мог, мог не спать, это сначала давали летчикам, танкистам и так далее, потом стали давать уже и обычным солдатам, которые особенно представили тяжелые вещи, так вот, за время Второй мировой войны, вот есть цифры, да, раздали солдатам 200 миллионов таблеток, 200 миллионов таблеток, испытывали их на заключенных, но я вам просто приведу пример, да, вот, в частности, вот такой был лагерь из Доксенхаузен, и там заключенным давали такие таблетки, испытывали, когда на него нагружали мешок с камнями 20 килограмм, и он ходил кругами несколько суток, без сна, без отдыха, представляете, да, но правда это настолько выкачивало его все резервы, что после этого они умирали, эти люди, и в принципе вот эти вот таблетки, они тоже даются не для того, чтобы человек должен выполнить какую-то задачу, а дальше хоть трава не расти, умрет еще и лучше, вот, кормить не надо, лечить не надо, и так далее, вот, это уже делалось в Германии, и потом, когда трофейные документы попали к американцам, очень большое количество, к нам, американцы тоже создали подобные таблетки, их использовали в Корее уже, то есть буквально через пять лет, где-то, через шесть лет, и во Вьетнаме, там тоже за три года было у американцев, сейчас я посмотрю, 225 миллионов вот этих психотропных таблеток. последний скандал был уже в Афганистане, по всем этим метамфетаминам и вещам, когда кто-то нанес удар, по-моему, по своей точке, когда начали выяснять, оказывается, летчиков накачивает, когда они на сутки улетают, им надо внимание держать, концентрацию, их накачивает тоже этими же штуками. Да, дело в том, что вот эти, будем говорить, средства, они эффективны, но, как всегда, я говорю, халявы не бывает, они могут, вообще говоря, и свести с ума человека, у них, зависимость от резистенции, да, накопительный эффект там есть и так далее, и он начинает уже совершенно не соображая, он может начать под своим стрелять, может им еще что-то сделать, вот, и вот такие психотропные средства, они особенно эффективны, если их сочетать с другими методами воздействия на психику, это может быть музыка, это может быть запахи, это ритмические звуки какие-то, и движения, помните, да, кто не скачет, тот москаль, это вообще страшно смотреть было, когда тысячи молодых людей начинают скакать и скандировать, в общем-то, не соображая, что... Была статья профессионального психолога о том, что вот это вот, это ритмическая вещь, это один из способов просто воздействия, который специально выгоняли, когда люди в трансовое состояние входят, а дальше становятся управляемыми. Вот эти ритмы, если почитать ведическую еще литературу, да, то выясняются интересные вещи, что это прекрасно знали в Древней Индии, что такое ритм, что такое ударные инструменты, что такое частоты, ну, и соответственно, и тогда шаманские всякие... Не обязательно Древний Индия, Платон. Платон уже позже был. Ну, я к тому, что он абсолютно признан, но он музыки, то это его, его же 7 нод, его вот эта придумка-то, ему, по крайней мере, ее приписывают. Ну, в Индии там несколько звуковых рядов было, и по 4, и по 5, и по 7, и у них с каждых воздействия свои. В Месо Америке было то же самое. Да? Понятно. Так вот, именно вот такое сочетание звуков, каких-то цветовых пятен ритмических и так далее, и так далее, движение, вот оно дает вместе с психотропными веществами максимальный эффект. Это уже комплексное такое воздействие. Я даже еще могу добавить одну вещь. Мы с Юрочем Маттасоновым здесь как-то вспоминали, что такое юбилей, что это от слова ювел, это рок, который трубили на свадьбах, но он тоже имел именно там подбирались частоты так, что он имел именно воздействие психотропное. Дело в том, что когда американцы получили вот эти многие документации у Третьего Рейха, это связано с очень большими, они во многих вещах продвинулись довольно сильно. По каким причинам, тут трудно говорить, получали какую-то информацию откуда-то, ну неважно, сейчас нет этого разговора. они попытались какие-то вещи применить у себя и в начале 50-х годов у них даже были программы типа МК-Ультра у американцев, это воздействие на психику людей и психотропными, и психотронными воздействиями и так далее, для того, чтобы управлять сознанием. там 149 направлений было в МК-Ульте. Да, там очень много было, они просуществовали где-то до конца, до 70-х годов, потом скандалы там были, их вроде бы как убрали, на самом деле переименовали, и все это продолжалось работать, но уже все осторожнее, потому что там было очень много пострадавших среди населения американского, и не только среди заключенных, на которых испытывалось, но и среди обычных людей. И тогда были большие скандалы, и поэтому американцы побаиваются сейчас новейшие средства вот это пси-воздействие испытывать на своих, хотя я не думаю, что их останавливает, но дело в том, что наиболее ярко выражается оружие во время боевых действий, не на мирном населении, а во время боевых действий, и американцы поэтому используют любые возможности, где идут локальные войны или какие-то конфликты внутригосударственные, для того, чтобы эти технологии отрабатывать, и вот в частности таким полигоном для отработки, это у них есть такое агентство ДАПРА, ДАРПА, это агентство перспективных исследований, которое занималось всякими вещами, кстати, и интернет она выдумала, и стелс, и психотронику, там очень много направлений, это агентство перспективных исследований ДАРПА, так вот это агентство занимается и вот психосферным оружием, разными направлениями, где им его испытывать, и вот сейчас они нашли полигон и испытывают его в частности вот на Украине, потому что у себя не могут, но на Украине, вот это данные кстати украинцев, это не я откуда-то, то есть в городах, тут по-моему 20 городов наверное, вот красного обозначено, где-то около 20, начиная с 2012 года, 2012, 2013, 2014 год, добавлять начали воду, водопроводную воду на станциях водозабора психотропные вещества. Ну это проект вообще ЛСД добавлять в воду, это проект официальный Соединенных Штатов еще с 40-х годов. Ну да, нет, ну ЛСД это 50. Значит 50, я помню, что как только МК Ультра началось, это чуть ли не первый заброс на территорию противника, добавление водопровода для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в тылу, это вот было одно из первых направлений. Вот, и эти города начались обрабатывать, причем это официально, самое интересное, что это не тайна, но это было, будем говорить, инициировано госдепом США под эгидой Greenpeace, под эгидой обеззараживания и так далее, и вот эти вот нормы, которые соблюдались, они не выходили за ПДК, то есть предельно допустимые нормы, но у этих веществ есть особенность очень серьезная, это накопительный эффект. Три-четыре месяца, это не значит, что ты попил и все исчезло, три-четыре месяца и человек становится, ну будем говорить, измененный состояние сознания у него, управляемый, он не способен критически оценивать ситуацию, у него мозги просто не хотят работать в этом направлении, все, что ему говорят, он принимает за чистую монету и так далее. Посмотрите, что в результате случилось на Украине, там просто были выявлены, это украинские данные, начиная с 2011 года, огромное количество самоубийств, особенно среди молодежи, выбрасываются из окон и так далее, и так далее, и вот связывают именно с вот такими вещами, потому что это без следа не проходит. Не исключено тот же скандал, о котором вы говорили про ЛСД, он же всплыл-то именно потому, что из окна выброс сотрудников, я забыл, сейчас фамилию его, науках-то у него она была. Ну, нет, оттуда, да, оттуда все началось эту цепочку раскручивать, как на МК Ультра-то вышли, это же секретная была программа. Да. Так вот, те же самые украинские следственные органы уже тогда, ну, тогда не было такой вакханалии, которая сейчас, то есть там были еще вменяемые люди в каких-то обеспокоенных судьбой государства, и вот они в свое время высказали подозрение, ну, у них основания были, в том, что в напитках, в бутиленах, простой воде даже, да, а тем более в напитках, вот типа Кока-Колы, Нестле швейцарский и так далее, были обнаружены психотропные вещества. Не исключу, потому что, во-первых, то, что в Германии нашли кокаин в этом, в Ред Буллсе, это был официальный скандал в микродозах, а во-вторых, ну, это же разлив все время происходит на территории государства, где воду берут у вас, а синкретные ингредиенты Кока-Колы привозят, и никто не знает, из чего они состоят. Совершенно верно. Кстати, то же самое касается сигарет. Отдельно ваш разговор. Вы знаете, это уже обнаружено, что во многих, я не знаю, во всех или нет, во многих сигаретах бумага пропитана психотропами, которые вызывают привыкание, и... Ну, там, это длина подобрана, которая вызывает, как бы дает привыкание, количество. Просто бумага пропитана психотропными веществами. Это касается, я бы даже больше сказал, это касается вообще копирования технологий. Вот у нас молочная продукция, как правило, делается по технологии Ямданона. То есть, они дают целиком линию, опять же, говорят, какие ингредиенты, когда... Ингредиенты сами привозят, даже... Это входит во франшизу всегда, да. Кто их проверяет, существуют ли у нас серьезные органы, способные выявить. Они же у нас как бы с коррупцией-то борются, но она же есть. То есть, у нас можно любой надзорный орган обойти и получить ТТУ там, да, на это. Это надо проверять же все, отначе сверху вниз. Ну, вот мне недавно один специалист рассказывал, он занимался этими вещами из Следственного комитета. Вот. Он рассказывал, что, говорит, парадокс, говорит, вот мы покупаем воду, ну, неважно, какой-то там местного разлива какого-то, да, вот этих пятилитровых там или в метро и так далее. Там, говорит, экспертиза проводится, значит, когда запустили линию, когда пошла партия и следующая экспертиза через пять лет где-то. И пять лет можно работать. Да. Кто и что там выпускает, и какая частота, и так далее, и так далее. У нас, говорит, в Москве, говорит, двое, два раза в сутки проверяют питьевую воду. Ну, это, вот, это, говорит, а тут за пять лет раз. Притем, воду из-под крана, никто не пьет, он пьет оттуда. Совершенно верно. Вот. Это, говорит, удивительный, говорит, парадокс, говорит, вода из-под крана проверяется два раза в сутки. А воду, которую якобы сверхчистая, родниковая и так далее, ее раз пять лет, хорошо, если проверили. Да, это же, говорит, главное не кошмарить бизнес. Да. Вот. Ну, кроме того, сегодня уже достоверно установлено, что госпереворот, который был на Украине, то есть революция достоинства, она тоже проходила под кайфом. Это в свое время мне просто рассказывал журналист, режиссер, который приехал, он там был в 2004 году, странные вещи были. На Майдане был 2004 года, а потом был и в 2014 году. Вот. И он мне рассказывал очень интересные вещи, а потом вот выяснилось интересные вещи, да. И во-первых, на Майдане людям платили деньги просто-напросто. Ну, они там были. 200-300 гривен. Но это не психовоздействие. Это не психовоздействие, это, будем говорить, материальная заинтересованность. Но самое интересное, что в это время их еще поили чайком, Майданом чайком, кашу и так далее, и так далее. А потом выяснилось интересные вещи, что люди, которые приехали с Майдана, у них через некоторое время начинались процессы типичные для ломки наркоманов. Причем вот я вам прочитаю, тут просто конкретный случай, да, вот, тут у нас одна бабка в Киев на Майдан на заработки ездила. Она в бочку стучала и аж 2000 привезла. А через пару дней ломать ее стала. Пошла в поликлинику, сдала кровь на анализ, ей говорят, как давно наркотики принимаем? У вас ломка, бабка так и села. я там только чаек с кашей ела, вот и поела. Прикинь, в 63 года наркоманкой стала. Вот, это совершенно конкретный случай, да. Так вот, одним из поставщиков этого зелья был Кличко. И это известно, и, то есть, весь Майдан проходил под вот этими наркотиками и там психики, они вызывают при большом количестве психическое возбуждение, раздавали таблетки различные, вот, и там просто люди вешались. На Майдане? На Майдане. Там вот там была вот такая елка, да, на этой елке прямо люди вешались. Тоже известно, да, в психушку отправлялись там специальные бригады, которые прямо увозили их в психушку. Так вот, сегодня стало известно немножечко, что за вещество такое раздавалось бесплатно этим ребятам на Майдане, да, это так называемый каптагон или гидрофлорид фенитилин. Он убивает жалость, придает физическую выносливость, в несколько суток люди могут не спать, дергаться, плясать, бегать, что-то делать и так далее, и так далее. Вот. Первоначально этот каптагон, вот они такие розовые таблеточки, он был изготовлен, может быть, раньше где-то экспериментальные были, а вот уже в Сирию в Болгарии на американской базе, лаборатория на американской базе в 2011 году. Это спецлаборатория НАТО была. Потом его стали производить на Ближнем Востоке и на местных рынках, где сейчас ИГИЛ, и так далее. Они все сидят на каптагоне. Стоимость его 3, от 3 до 4,5 долларов за таблеточку. И вот реализация вот этих таблеток, немаловажная статья дохода, кстати. Не исключу. Да. Вот. И об этом впервые заявили, когда были таким, братья-мусульмане, помните, да, такая партия, да, это в 2011 году, когда они оказались в полиции после буйной демонстрации, и они просто рассказали, показали и так далее. Этот каптагон входит в рацион джихадистов сейчас, ИГИЛовских и так далее. Вот. А сегодня вот эти таблеточки уже делают на Украине. Завозят компоненты из-за рубежа. В Одессе, по-моему. В Одессе речь идет. Я сейчас не буду говорить. Вот. Вот я просто приведу один факт. Это было 11 мая 2014 года. То есть, понятно, да, вот этот Майдан прошел, да, первоначальный. И вот 11 мая в Киеве в режиме строгой секретности в Киев прибыл борт это в Борисполь. Вот. Который встречали представители силовых структур. Они сотрудники аэропорта. Вот. С борта сгрузили определенные там емкости и коробки и так далее. В общем, 500 упаковок с амфетаминами. Груз сопровождал сотрудник ЦРУ США Ричард Майкл. Это известны данные. То есть, просто, вот, потом по указанию СБУ украинское груз емкости потом в затонированных машинах без засмотра, без всего вывезли в неизвестном направлении. И откуда прибыл этот спецборд до сих пор неизвестно. Но может догадываться только, да. Вот. Сегодня он, этот Каптагон и на вооружении правого сектора, в секторе и тербатов, это террористические батальоны, да. И его бойцы ДНР, ЛНР нередко находят прямо вот на трупах вот эти таблеточки розы. Сначала думали, что это такое, а потом выяснилось, что это такое. Под этим кайфом они идут в атаку, не понимают иногда того. И вот последний случай, это где-то, ну, наверное, на дня 4 или 5 назад было. Я просто смотрел передачи там ДНР-овский такой, рассказывал, как группа разведчиков Украины, похоже, говорит, под этим делом, под кайфом каким-то, поперла через минное поле и вообще там человек 5, по-моему, погибло, а они ничего не, в общем, не соображают вообще, говорят. И точно говорят, что под этим каптагоном или другие, может быть, тоже используются какие-то средства. Но это он эффективный, поэтому его, видите, и можно толочь, добавлять в печенюшки и так далее. Он эффективный, ну, зачем, если он эффективный, зачем новое что-то придумывать? Тем более, это одноразовые бойцы, которые самой-то Украине не нужны. А то они возвращаются с АТО и начинают гузить внутри страны, требовать чего-то, пенсии, каких-то обещанных, каких-то льгот, еще что-то такое. Зачем? Лучше пускай они там и останутся. Вот, это выгодно. Вот, вот этот каптагон, кстати, разработан, был, изготовляет, разработан, изготовляется немецкой фармацевтической корпорации Дегуса. Но в свое время она отличилась тем, что она же разрабатывала для концлагерей циклон-Б газ, который использовали в газовых камерах. Та же самая фирма, Германия существует и сейчас, но вот она сейчас делает разработку каптагона. сегодня мы можем сказать, это было психотропные такие, это все подготовительные вещи, которые позволяют ввести человека в измененное состояние и тогда им проще управлять. Вот, пока он не наглотается до такой степени, что он становится вообще неуправляемым. Вот, ну, одним из направлений является, тоже МК Ультра зарабатывали, это психотронные какие-то средства, это генераторы определенных излучений, определенной модуляции, которые воздействуют на человека. Которым толпы разгоняют? Немножечко толпы разгоняют акустическими пушками, как правило, работают уже и такими. Может быть, и такими, да. Акустические пушки, я рассказывал в прошлый раз, у них диапазон они не слышны, потому что они вне нашего диапазона, у нас 20 Гц и 20 КГц, диапазон, который более-менее мы, у многих еще и меньше, что мы способны распознать. Но они работают в другом диапазоне, это или инфразвук, или ультразвук и так далее, и человек не слышит этого, а барабаны по японке начинают лопаться и течь, боль бешеная и так далее, и он не понимает, чем дело, у него просто боль возникает внутри. Это такие нелетальные так называемые средства, которые были технические средства. Я немножечко говорю о других, о психотронике, которые используются для ввода человека, не для болевого разгона и так далее, а ввода человека в такое сумеречное состояние сознания, когда он перестает контролировать, что с ним делают. И вот в этом сумеречном состоянии, в измененном состоянии сознания легче всего вложить ту или иную информацию ему. потому что средств, которые ту или иную информацию могут просто вложить человека, я не знаю, насколько они сейчас есть или нет. Я тоже не знаю. Вот все средства, которые используются, они прежде всего готовят человека, что ему будет вложена эта информация, а вкладывать будет человек все-таки. Понимаете? но он делает его подобного восприимчивым. Это были такие методы и кодирования, когда на определенное сочетание слов человек может покончить с собой, выпрыгнуть из окна, это мы знаем эти вещи. Это тоже занимались в МК Ультра, а вот где-то с начала 70-х годов уже в рамках проекта Монтаук добились серьезных результатов по изменению поведения людей. Но это еще не значит, что вы вложили информацию в смысл. в частности, что делали? Они изменяли личность. Это отдельная история. Человек становился другим. у него другие манеры, другая походка, другая речь, другая память. Он мог говорить на другом языке. Потом выключается это, он возвращается сам и не помнит ничего, что он был другим человеком. Это то, что называется шизофренией, вообще-то говоря. Это управляемая шизофрения. То есть шизофрения это раздвоение сознания. Если смотреть с точки зрения информационного поля, то это просто-напросто подключение сознания, подключение человека к другой структуре информационной. Не к своей, а к другой. И она начинает управлять человеком. У него возникают какие-то знания древних языков, навыки какие-то, которых он никогда не имел. Потом он опять входит в себя. и в обычное состояние это раздвоение это у нас шизофрения считается. Так вот, дай бог памяти, по-моему, максимальный был зафиксирован раздвоение, не раздвоение, размножение личностей, в одном человеке жило 49 человек. И он периодически переключался, мог говорить на незнакомом языке, делать такие вещи, которые он никогда не умел делать, и так далее. Опять выходит и так далее. Это, конечно, болезнь. Так вот, в проекте Монтаук уже, вот я говорю, когда разведпризнаки, да, что работа уже снос ферреров начинается, да, и добивались вот такими таких вещей, заданными характеристиками. он просто-напросто становился, например, по команде какой-то, становился убийцей, который выполнял четкое задание, сделал кого-то, киллер этот, убил, возвращается обычное состояние, и он сам не помнит. Так я вам про банки рассказываю, спецлитература. Да. Его можно пытать, ему можно что угодно, если не знаешь кодировку, как проникнуть к нему в сознание, точнее, подключиться к нужному кластеру, ты не получишь этой информации, это высокое мастерство должно быть людей, но это уже ноосферные технологии. Вот. Так вот, сейчас то вот разработки психотроники, которые делались в рамках вот этих проектов, они и дальше делать, и уверен, что и сейчас делаются, сейчас не такие, что психотронный генератор, который способен воздействовать на массу людей, может поместиться в обычный дипломат, и есть сведения, что на Майдане использовались психотронные генераторы. Там могли просто испытания проводить. А так полигон сделали, DARPA, это американская фирма, которая не позволяет все, что она хочет делать из себя, она делает здесь, в частности, это полигон, Украина, господи, людей полно, территория огромная, ну, представьте, территория у нее почти, примерно такая же, как у Франции или у Польши. Да, территория большая, согласен. Понимаете? Вот, дальше, там много проблемных, будем говорить, регионов. Запад, Западная Украина, да, и Восточная, они не понимают друг друга, просто традиционно не понимают, потому что одни были там то под поляками, то под венграми и так далее, у них своя культура, свой язык и так далее, и так далее. Восток, Юго-Восток Украины, вообще русские люди просто подарили Украине этот кусок, чтобы сделать из нее полноценную республику. Вот, поэтому такое непонимание, и это тоже благотворная такая почва для эксперимента. Вы уже использовали эту почву? Я думаю, что еще не полностью. Сейчас еще начнется интересная вещь. Вот. И дальше я хотел, да? Есть и другие эффективные каналы воздействия на человека, в частности, так называемые принципиально новые виды оружия, так называемые мягкое или нежное. Вот они так называют, тоже нелетальное. Это где-то еще с 91-го года, начиная с Войны в Персидском заливе, уже начались эти работы в лабораториях США. Они предназначены для поражения людей через экраны телевизоров, мониторов, компьютеров. причем люди и не понимают, что с ними делается. Я уже говорил, что там типа 25-го кадра, 25-й кадр это такая вещь. Да, его пробовали, но он же распознается. Вот сейчас мы можем прокрутить эту видеозапись вот просто в ручном режиме, да, и вы поймаете этот кадр это очень легко. Но на телевидении там можно какие-то еще вещи в компьютере, можно такие вещи подбрасывать и мы не замечаем сопределенность, я не говорю, что 25, сопределенность частотой там рассчитали, чтобы ритмы мозга срабатывали и так далее. И у человека начинается раскачка, он начинает в резонанс сходить и так далее. вот и использует для дело в том, что специалисты вообще не знаю, это можно верить, считают, что мы говорить в своей психической деятельности в осознаваемый режим у нас используется 3% а 97% того, что мы воспринимаем это в неосознанном режиме. Представляете, да? А осознаем мы только 3%. Так вот, на эти 97% и рассчитано вот это мягкое, нежное оружие. Именно в этом режиме вкладываются в мозг какие-то идеи, которые могут через телевизор, через рекламу, через какие-то другие диск, ролики идти, да? Так вот, ну, правда, это только одна сторона кибернетического оружия. То есть, я уже сказал, что можно вызвать инсульт, можно вызвать разрыв каких-то там мозговых сосудов или еще чего-то так далее. До такой степени повышать, можно повысить давление, что человек просто может погибнуть. есть у кибернетического оружия еще одна сторона, не менее важная, это связанная с воздействием на противника, на его информационные структуры, на технику его, на кибернетику, на компьютеры, на системы управления и так далее. И вот в США в 2010 году уже было создано киберкомандование, которое возглавил тогда, сейчас уже не он, вот такой вот интеллигентного вида человек. и это оружие считается сейчас наиболее эффективным. Оно еще до конца не сделано и так далее. Вот. Его возможности этого оружия немножко позднее вот глава АНБ, Агентства национальной безопасности, привел два примера. Это не значит, что это сделано с помощью кибернетического оружия. Но примеры, как может воздействовать. Вот погрузилась в темноту в 2003 году несколько штатов США. Это воздействие на энергетические системы через компьютерные сети. Но я хотел сказать, это хакерские вещи все. Да, это хакерские вещи, да. Вот. Вот Саяна Сушушинская по ГЭС, по его так сказать, докладу, это связано было с ошибкой оператора. Это не воздействие какое-то, а просто ошибка оператора, к чему она привела. Из девяти, да, из девяти гидроагрегатов восемь вышло из строя. И масса людей погибла, 75 человек. Вот. Это просто говорит о возможностях. Кроме того, такие возможности и воздействие на финансовую сферу, когда у вас остановится движение финансов в государстве. Это уже может парализовать. Да, это банковская система. Об этом говорил, знаете, кто? Глава Академии Нуак, о том, что вы можете парализовать военные действия, парализовать финансовую систему, потому что она тоже должна функционировать. Конечно. Причем по расчетам, нашим расчетам, что вот такое воздействие может за 15 минут полностью, так сказать, парализовать всю финансовую систему страны. Вот. Ну, правда, и у нас тоже как бы начали заниматься этими вещами. И в 13-м году, когда пришел Шойгу, уже тогда начали говорить о кибервойсках. Правда, в Госдуме у нас ни кибервойска нету, но начали появляться специальные подразделения, научные роты, там, набирать начали и так далее. И до последнего времени у нас кибервойска, у них есть кибервойска, так и называется. У нас кибервойск нет, но это лукавство, потому что у нас называется это войска информационных операций. Вот. Но это то же самое, причем у нас, конечно, меньше, вот у них у американцев где-то около 14 тысяч, ну, по официальным данным, да, вот этих хакеров, у нас около тысячи, но все-то, говорят, берут не числом, а умением, правда. Вот. Поэтому вот эта сфера кибероружия, оно сейчас становится одним из ведущих. кроме того, такое оружие виртуальной реальности. То есть, с помощью технических средств сейчас уже имеется возможность создавать на любой поверхности и даже в воздухе, в пространстве практически любые голографические объекты. И мы видели уже ролики, когда-то Майкл Джексон уже умер, когда он танцует на схеме и вдруг растворяется и так далее. Там специальные технологии есть. Так вот, это тоже разрабатывалась система вот этой вот агентством перспективных исследований ДАРПа. И второе направление, как бы, не то, что дополнение направления, там-то ведь можно создавать, например, Иисуса Христа, там, какого-то Магомета. Об этом-то писали, о том, что они хотят, но в плане воздействия можно создавать видимость того, что у вас там едет два танковых подразделения на вас. Совершенно верно. И это будет оказывать психическое, психологическое воздействие, а их нет на самом деле. Так вот, еще в 93-м, в 95-м году в Колорадо, то есть в Америке, да, уже американцы проверяли эту систему и у них летали виртуальные вертолеты Апачи. И вот об этом я подумал в первую очередь, о том, что вот это военных действиях это более интересно, чем появление Будды. И танки, нет, если какой-то лидер какой-то призовет, вот в них там, я не знаю, там, Магомед или еще кто-нибудь, да, и скажет, все, ребята, складывайте оружие, не сопротивляйтесь, идите туда, вот я вам скажу, вот туда идите, и пойдут ведь. Рискованная история. это все рискованная история. Так вот, сейчас системы такие созданы, которые могут размещаться на наземных средствах, на водных, на воздушных средствах, создание вот этих иллюзий, вот, в том числе и кораблей, самолетов, танков, целых подразделений, которые идут в атаку, и так далее, все это, причем живые картинки, это уже, такие вещи уже, я не знаю, насколько широко они отлажены, но они уже отработаны, вот, более того, они сюда же включают комплексное воздействие, у тебя в мозгу начинает быть слышен какой-то голос, например, он тебе начинает говорить что-то, именно так, вот как мы наушники и там звук идет, мы не понимаем, откуда он идет, это два наушники, или идет шум, просто такой шум, который тебе мешает, вообще, сосредоточиться, ты в атаку идешь, а у тебя там, еще что-то такое идет, так что ты не можешь, или в глазах цветные пятна начинает мелькать, и ты просто не видишь, куда идет, это тоже входит в эту систему виртуальной реальности, вот, и, я уже сказал, что эти могут устанавливаться на самых разных средствах, подвижных, неподвижных, воздушных, каких угодно, вот, кроме того, я уже сказал, что все эти вот средства, психотропные, психотронные, и так далее, это вспомогательные средства, они готовят человека к тому, чтобы ему была внесена нужная информация в мозг, вот, то есть, снять критическую оценку и повысить внушаемость, вот задача этих средств, вот, но, нередко, вот эти новейшие технологии, сочетают с древнейшими, какими-то знаниями, и технологиями, которые существовали, и продолжают существовать, у разных народов, и поэтому, сейчас можем говорить о новом поколении, нетрадиционного пси-оружия, нетрадиционного, в плане, что не таких вот, технических, что ли, я, у меня только один комментарий к этому ко всему, я читаю, там написано, магическое, оно не научное, потому что, для научности, не объяснено, даже не только поэтому, на самом деле, а потому что, оно зависит от исполнителя, все-таки научный факт, он должен иметь повторяемость, независимо от того, кто его делает, и так далее, а с магическими, например, вещами, я думаю, такая вещь просто не прокатывает, если я буду это делать, ничего не получится, если это будет делаться, тот, кто понимает, что он делает, и то у него не всегда получится, и то, да, и то повторяемость может не дать, потому что, ну, я опять-то рассказываю исключительно по третьему рейху, почему там эти вещи не прокатывали, почему их вообще, в принципе, перестали в серьезную применять. Дело в том, что тут вступают уже другие законы, которые не попадают под определение научности. Абсолютно. Классическая наука этими законами не занимается, она их не знает. Ну, потому что у науки, как у определения, их принцип другой, повторяемость, это и так далее, и так далее, это выпадает. Это является бытием тоже, наверное, но не является научно изучаемой сферой. Методы науки тут просто неприемлемы. Дело в том, что вот пытается сейчас и наука как бы в этом направлении как-то найти. Вот, знаете, есть такой великолепный ученый, гениальный, я считаю, это Симон Ильич Шноль. Вот он 60 лет своей жизни посвятил, знаете, чему? Неповторяемость. Я знаю. Вот. И обнаружил, что вот этот хаос, который он улавливает, это может быть бактерии какие-то, еще что-то, какое-то бровновское движение, вроде хаос, да? Уясняются интересные вещи. Через год они повторяются. Вот этот хаос то почти так же повторяется. Ну, там зависит от меридиана, там, так далее, так далее. То есть, он считает, что какие-то внешние источники, которые дают, будем говорить, закономерности, мы их не знаем. Мы думаем, что это хаотично, а на самом деле закономерно. Но вы интервью с ним смотрели, то есть, как он на это вышел? Это что же была закрытая разработка изначально? Вот это вот, про пульсацию белков, это была закрытая разработка, и он ее поднял, и там, именно из закрытой части. То есть, я хочу просто сказать, что даже вот эти вот неповторяемые вещи, казалось бы, они тоже это относительно неповторяемые, это просто мы не знаем. Просто нет наблюдений правильных, я понял. Закономерности мы не знаем, и поэтому мы не знаем, что нужно, например, вот это повторить опять в следующее новолуние в такое-то время или при такой-то фазе луны. Тогда это перестанет быть магическим, это превратится в технологию сразу. Совершенно верно. По-моему, не помню, Артур Кладко говорил, что далее. Несколько таких цитат есть. Да, цитат есть, что просто это магия, это просто неосознанная технология. Вот. Так вот, вот в этих направлениях, а это вполне, будем говорить, если подходить к ним научно, то это научное направление. Это просто, мы просто не понимаем многих вещей и туда, в мистику куда-то, а это просто связано с информационными взаимодействиями, информационным полем и так далее, и так далее. Вот. И очень интересные есть результаты, причем это не фантастика. Вот если почитать, вот эта книжка вышла, научно доказанные факты, испытания вот этих вот вещей. Это ФРГ, Сергей Кернбах, это наш бывший ученый, он уехал, да, там у него институт, и вот это вот такая вот, такая вот эта книга, это только фактический материал. Эксперименты, когда идет воздействие на расстояние, например, из Германии, по фотографии воздействует на семена, которые находятся в Румынии, там, или во Франции, и вот там контрольная группа, и эта группа, и там не знают даже, что и как, на что идет воздействие, и одни начинают резко расти, другие начинают загибаться, там, и так далее, и так далее. Очень много, это очень интересная информация, они тоже используются, генераторы определенные, вот, но, вот это дистантное взаимодействие, это доказанные вещи, причем, вы говорите, не повторяется, вот этот эксперимент повторяется, сколько надо раз. Там есть другая, с этим еще проблематика, мы просто сейчас не успеем все ее обсудить, но надо потихоньку ускоряться. Да, вот, и я в прошлый раз показывал вот эту картиночку, да, то есть, вот то, что сейчас вот делается, выговорит, магический, немагический, и так далее, и так далее, ну, вот картинка, вот, в феврале 2014 года на Майдане появилась вот такая пирамида, ранежевая, и простояла на 4 месяца, никто не знает, зачем, кто ее поставил, зачем, и так далее, и так далее. Чеи средства были вложены, в ее появление? Конечно, более того, я разговаривал с одной женщиной, своей хорошей знакомой, которая, она украинка, но она то здесь живет, то там у нее, там в Киеве родственники, она говорит, я была на Майдане в это время, не было там никакой пирамиды, и по электронной почте, вот я делала фотографии, снимки, посмотрите, никакой пирамиды нет, и присылает мне три снимка, и на двух из них пирамиды, она не видит, понимаете, как блокировано, я ей посылаю, и говорю, посмотрите, пожалуйста, вот ваши снимки, посмотрите, что там стоит на дальнем плане, посмотрите, она пишет, я не понимаю, как это, потому что мои родственники, которые там рядышком живут, они не помнят этой пирамиды, я была, и фотографии, это мои фотографии, я делала фотографии, я не помню этой пирамид, вот как будто, вот знаете, вот раз отрезали, и так далее, это очень интересно, и для чего это было, и так далее, ну, если коротко говорить, то сейчас уже есть, мы немножечко, как бы дальше пойдем, то, что у нас, есть на земле патогенные зоны, которых мы чувствуем себя неуютно, это известно, это с разломами связано, с какими-то другими вещами, сейчас они неплохо классифицированы, например, это может быть геопатогенные зоны, которые там, глубинные геологические разломы, подземные, наземные воды, и так далее, это далее, где места с повышенной или с пониженной энергетикой, если с пониженной энергетикой, тебя выкачивает, просто из тебя энергию, ну, выравнивается со всей сосуды, да, с внешним фоном, да, если повышенная энергетика, тебя поднимает энергетику, тебя могут тоже пойти процессы какие-то неприятные, да, ну, есть технопатогенные зоны, это связанное с какими-то техническими устройствами, лэп, там, радиация и так далее, есть биопатогенные зоны, где идет гниение материалов, свалки какие-то, кладбища, морги и прочее, да, и есть психопатогенные зоны, они связаны, это вот те зоны с энергией, связаны, это с информацией, вот, это я подчеркиваю, потом я сейчас объясню, почему, и вот эти психопатогенные зоны, где просто тяжелая психологическая атмосфера, это может быть больницы, психбольницы, там, какие-то толпы агрессивных людей и так далее, так вот, мы, сейчас уже есть возможности, правда, это надо еще, как бы, вот, официальная наука, как бы, вот эти вот вещи не исследует, исследует вот воздействие вот этой вот информации, да, на человека, то есть нет возможности замерять, нет приборов, которые, вот тут такое-то воздействие, здесь такое, но есть косвенные, так сказать, по результатам, и вот, в частности, вот, например, сейчас такие существуют диагностические комплексы, которые можно использовать, ну, вы видели кое-чего там, да, вот, можно использовать для, вот, целей, чтобы, обнаружить, было ли воздействие информационное, и они используются сейчас, можно, они не очень широко распространены, они тоже для спецслужб сначала создавались, сейчас они просто, немножко вышли, так сказать, на поверхность, ну, в частности, например, по, с их помощью, можно узнать, например, поскольку человеку подходит то или иное лекарство, у него меняется просто энергетическая оболочка, поскольку биодобавка, БАДы какие-нибудь, и так далее, ну, и вот, мы делали эксперимент, причем, ни на одном человеке, вот, с левой стороны, вот, это, ну, здесь плоскостная, она, она вообще трехмерная, картинка, можно их плоскость перевести, вот, человек, это 52-го года рождения, доброволец, я и на себе тоже самое делал, вот, у него была вот такая вот, ну, будем говорить, оболочка энергоинформационная, да, и вот он, лекарства, которые прислали, ну, для моей жены из Америки, она плохо спит, и ей прислали, ну, мы решили проверить его, и я то же самое сделал, сначала на себе, то есть, меня сняли, так сказать, оболочку мою, это адаптометрия, географическая адаптометрия, прибор, вот, а потом я взял вот это вот, лекарство, вот так вот, между ладоней подержал, не пил, ничего, между ладоней подержал, три минуты примерно, и вот, и вот тоже самое, вот этот вот товарищ, тоже добровольный, он не поверил, говорит, это не может быть, я говорю, давайте сделаем с вами, согласен, согласен, замерили его, потом он тоже подержал, вот посмотрите, что получилось после этого лекарства, я не понимаю, что-то расшифровывается, но что-то изменилось, ну, удар, видите, в район, вот, провал, вот какой появился, а, вот этот-то, да, так оно может динамическое, оно может просто меняется, они под одним углом, здесь все это под одним углом, буквально через три минуты сняты информация, вот, да нет, таких вещей много, или, например, проводились эксперименты, в установках, вы знаете, наших установках, по, мы не можем сосчитать информационное поле, это человек способен, но можно, например, уловить сам момент, был ли информационный контакт, или нет, ну, это зеркала козыря, вы знаете, там специальные, вот это, был ли информационный контакт с кем? с информационным полем, а, понял, вот этот человек, был ли у него, или он там выдумывает себе, и так далее, и вот мы просто замеры делали, определенной аппаратурой, по этим данным видно, что был, или видно, что вы думаете? Нет, нет, розовые, вот моменты розовые, это человек, вот обычное состояние, там фона, вот когда человек заходит, вот у него, посмотрите, что происходит, сразу падает фон, то есть, какое-то было взаимодействие, причем это не на одном человеке проверялось, то есть, здесь то же самое, но мы там более такие тонкие вещи делали, вот, например, то есть взаимодействие спонтанное, то есть, а я ничего не запрещаю, что есть, пошла информация, вот там мельтешат, образы какие-то, картинки и так далее, и так далее, или есть, можно, например, поставить блокировку, чтобы помехи вот эти не шли, и вот, посмотрите, как получается, вот она, вот она спонтанная, да, вот А, потом остается блокировка, ну, потому что не сразу человек смог это сделать, здесь довольно большое время, 40 минут, вот блокировка, и потом не выдержал, столько держать это напряжение, все-таки внимание и так далее, и пошли какие-то спонтанные всплески, потом человек вышел, провели информационную чистку, ну, опять зашел человек, но теперь разрешили не блокировать, и мы видим, какая вот эта пила пошла, да, но у человека были вопросы, то есть, вот Z, это получение информации из информационного поля по запросу, и вот в эти моменты, вот такие вот Z, видите, вот такие пики, пики такие, да, это может быть как-то по-другому, как-то интерпретировано, но это было не раз, вот, не у всех, потому что у некоторых этого не получается, вот, не научную деятельность, не научную, да, это все в порядке еще пока исследований, я понял, вот, потому что приборов для получения, замера информационных, каких-то взаимодействий, воздействий нету, это мы только через человека, или приборы, которые энергетику пространства меряют, она меняется, вот, тот вот так называемый биоскоп, опытом мы с Армянской академией наук, институт физиологии имени Арбелли, они разработали очень интересный прибор, биоскоп, сейчас еще продолжение, который замеряет что? который замеряет поле биологических объектов, это гуревич, это излучение, вот это с этим связано, с кирлиановскими? ну, это не кирлиановский метод, это совершенно другой метод, там ГРВ, это гаторазрядная визуализация, а здесь совершенно уникальный, это их запатентованный метод, вот этот биоскоп, сейчас они следующее поколение, сделали спеклоскоп, более чувствительный и так далее, который позволяет, я делал много экспериментов, он не реагирует ни на что, можно туда лазером светить, можно магниты мощные подносить, можно что угодно делать, он не реагирует, но если поднести туда биологический объект, ну, например, там, вишенку, там, я не знаю, тесто, я там, что такое не делал, сало вареное, сало соленое, сало сырое, и смотрел, насколько меняется биологическая активность, он меряет биологическую активность, вот этих, этого объекта, вот, в частности, вот он тоже реагировал, это параллельно, одновременно, это, это контрольное, в другом здании, для того, потому что, у нас там влияние, есть этих зеркал, и так далее, поэтому мы в другом здании, вот контрольный прибор стоял, и вот точно такой же прибор, вот что выплясывал по сравнению с контрольным, это внутри устройства, вот, это просто я хочу сказать, что такие, вот, ну, и, кроме того, вот, я вам показывал, как изменяется, это вот, мы замеряли на месте, силы, но потом выяснилось, что оно место силы, было, обработано, информационно, негативно, это в Армении было, в одном из монастырей, которые, очень древние, и считается, этим мощным, местом силы, мы хотели, там, просто замеры сделать, для своих целей, вот, вот, замерились мы, вот, первая, единичка, да, это мы замерились, ну, это меня замерили, мы там, пять человек, мы замерялись, замерились до посещения этого монастыря, потом туда пошли в монастырь, там, где-то часа три примерно пробыли, ходил, я там кое-что съемки делал, там, и так далее, вот, и потом, через какое-то время, у меня, очень, в храме, в главном храме, стало мне, дурнеть начал, пульс поднялся до 110 примерно, дышка какая-то непонятная, хотя там хорошо, прохладно, на улице жарко, она там хорошо, прохладно, вот, потом, когда мы вышли, собрались, выяснилось, что все, почему-то, после посещения этого храма, им стало дурняк, мы ушли, и замерились в этом же месте, этого там, недалеко, просто где-то, километре примерно, мы замерились, посмотрите, что случилось, с моей оболочкой, двойка, это средняя, она сжалась, как вот пластилином, да, то есть, какие-то выбитые, и так далее, и так далее, ну, пришлось, хорошо, у нас с нами были, ученые, это, из Армянской Академии Наук, и так далее, они нас отвезли, еще в одно место, в место силы, но это, не загаженная, неолитическая стоянка, и там, 4000 лет до нашей эры, примерно, там раскопки ведутся, вот буквально через час побывал я там, вот, посмотрите, как изменилась эта аура, а потом выяснилось интересные вещи, что незадолго до нас, вот посещение этого монастыря, по-моему, месяца за два примерно, да, там побывала странная группа, около 40 человек, на 10 джипах, иностранцев, и они ночью там провели ритуал, внутри храма, по кругу сели, что-то пить, молоко что-то лили, это человек рассказывал, который, как бы, посмотрел это. А в храме там монахи-то живут или нет? Я не могу понять, кто их пустил туда, иностранную группу? то и дело, в том-то и дело, но это не для эфира. А ты говоришь, мне это отрезок придется? Нет, да я же не назвал храм. А, все, хорошо. Хотя не только в одном храме это сделано было, вот, потом, как выяснилось. Так вот, когда мы говорим о ноосферном оружии, то, естественно, нужно, я постараюсь сейчас завершать, говорить в информационном поле, иначе мы, не в состоянии. Но для того, чтобы понять, чтобы говорить на одном языке, нам, конечно, нужно определиться с терминами. Знаете, как говорится? Да, Вот, так вот, что такое информация и информационное поле, да? Вот, что такое информация, до сих пор единого подхода нет. У каждого свой, у банкиров свой, у киберметиков свой, у медиков свой, там, и так далее, и так далее. философии свой подход, и так далее. Единого, так сказать, определения информации нет. Вот, некоторые мерят ее по значимости, кто-то по форме представления, кто-то по достоверности, по избыточности, ну, и так далее, кому что нужно. Вот, но, если объединить вот эти подходы, все эти, да, то, они согласуются между собой с тем, что это некий смысл. Вообще говоря, информация, с латыни, это, в общем-то, это и есть, переводится как некие сведения, или ознакомление, и так далее. грубо говоря, это смысловые вещи. Так вот, мы говорим, вот, даже отец кибернетики, ну, тот, который должен, по идее, авторитет, которому нужно обращаться. Так вот, он говорил, что, кроме всего, информация, это не материя и не энергия. Информация, это информация. Вот так вот он обошелся. На самом деле, поэтому говорить, что мы будем понимать под информацией некие смыслы, идеи, знания, существующие независимо от нашего сознания, и лишь воспринимаемые им после получения неких сигналов, стимулов. И вот в этом смысле, когда мы говорим о информации и энергии, некоторые говорят, что информация – это энергия, это вон даже, посмотрите, в определении в словарях, информация – это такая энергия, и так далее, это не энергия, совершенно разные вещи. И смысл у информации и энергии совершенно разный. Вот если я, например, вам отдал энергию какую-то, да, или вещество, потому что вещество – тоже энергия только плотная, да, то у меня стало меньше, а у вас больше, правда? Если вы мне что-то рассказали, то это удвоилось. Совершенно верно. В этом отношении, конечно, очень красиво рассказал Пернардшову, если у нас, говорит, есть по одному яблоку, и мы обменяемся ими, да, то у нас все равно останется по одному яблоку. Но если у нас есть по идее, и мы обменяемся, у нас же будет по две идеи. Вот это принципиальная разница между энергией и информацией. То есть информация, она неуничтожима. Когда я вам отдал, у меня меньше не стало, а у вас добавилось. Так? И количество информации во Вселенной может только расти. Энергия, она тоже неуничтожима. Но она переходит из одного вида в другой. Типовые, световые, электромовые, неважно какое. Вещество, будем говорить, самая плотная энергия, самая плотная энергия, которая целый спектр в древние 24 уровня, так сказать, насчитывали. Так вот, самый нижний уровень это электроны, протоны, нейтроны и так далее. из чего состоит вещество. Это самый нижний уровень, самый плотный. Вот оно, вот это вещество, оно уничтожима. Мы можем деревярку сжечь и превратить ее в энергию. В тепловую, или световую, и так далее, и так далее. То есть, вещество уже не будет, оно ушло в энергию, которому опять нужно потом воплотиться этой энергией в более плотный вид, чтобы создать новое вещество. Вот. И поэтому вещество уничтожима, энергия не уничтожима, но она просто переходит из одного вида к другому, поэтому он ее в качестве постоянно. Информация неуничтожима, ее количество во Вселенной только растет. И вот в этом плане, конечно, очень интересные вещи сейчас вот занимались и философы, и техники, и кибернетики. вот есть некий экспликативная реальность или материальный мир, можно сказать, развернутый порядок, вот Дэвид Бомнеза, вот, пространство Эйнштейна, Минковского, и так далее. это то, что мы можем пощупать, увидеть, законы, существование которого мы с помощью науки изучаем, и так далее, и так далее. Мы их не открываем, они работают и без нас, мы просто их пытаемся понять, и так далее. А есть еще и свернутая реальность, невидимая для нас. Это информационный мир, это мир идей, по которым создается вот эта реальность. Это мир идеальный или информационный. Мир идей Платон называл это, духовный мир, как угодно. Пространство Козырева или Вселенная Смыслов, Налимова, он еще семантические Вселенные называл это. Вот. То есть, и вот в человеке они сходятся. И существует одновременно. Другое дело, что он иногда может уйти в этот информационный мир, как ночью, во сне, или в измененном состоянии сознания, и получать оттуда смысл, информацию какую-то. А может существовать, одновременно продолжает здесь, в развернутом материальном мире. Вот. И часть оружия психосферного, часть действует на вот этот мир, а вот новые сейчас направления уже начинает действовать через информационный мир. Я стараюсь, постараюсь закончить сейчас. Вот. То есть, вот это информационное поле, вот это информационный мир, они по-разному, как и структурированное пространство, как сгустки, течение, волокна, кристаллы, и так далее, и так далее, Вселенская библиотека, по-разному о нем говорят, да, но, вот для того, чтобы можно было говорить о воздействии через информационное, уже сейчас становится ясно, что информационное поле, это некая совокупность связанных объектов, вот как вот нейроны, потому что, что наверху, внизу, как Трисмегейс говорил, вот нейронная сеть, каждый из каждого может обмениваться и так далее, то есть сгустки энергоинформации, информации, точнее, в данном случае, вот, тут-то энергоинформации, вот, и это сетевая иерархическая структура, она неуязвима, вот если мы говорим о попытках создать нечто подобное, так вот это интернет, он создается, вообще-то, по принципу информационного поля, и он становится неуязвимым, это пока он сейчас кое в чем можно заблокировать и так далее, а в принципе, он становится неуязвимым, потому что один раз выбросили информацию, кто-то ее скопировал, вы попробуете сейчас ее уничтожить. Ну, плюс, если будут внедрены способы распространения информации по световому лучу, а вы день никак не выключите, солнце, а в Шотландии такие эксперименты велись еще очень давно, и плюс, если информация будет носить блокчейновые характеристики, тогда вы точно это никак не заблокируете, блокчейн на этом построен. Да, 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 и к этому, я думаю, ведут как раз. У них-то, понятно, свои там цели для этого, чтобы предотвратить блокировки. Но, по сути дела, мы сейчас переходим в информационную эпоху. И не в плане того, что у нас вот компьютеры, гаджеты и так далее, и так далее, все это железяки, а в плане сознательного взаимодействия с информационным пространством. Вот сейчас что? Военные уже суетятся, наука, как бы использовать вот эти вот какие-то проблески, как бы уже использовать в качестве оружия. Поэтому, вот я заканчиваю сейчас, да, и в принципе мы можем говорить о гуманном освоении пространства, информационного пространства. Потому что не гуманное, а в каких-то, будем говорить, в вредных целях, да, оно чревато, потому что оно не прощает. такие вещи. Мы просто уничтожим сами себя. Поэтому мы можем говорить только... Ну, смотри, сейчас ключевую вещь сказали. Мы можем уничтожить сами себя. Не то, что оно не прощает, а мы сами себе, оно-то тут при чем? Нет, дело в том, что в каком смысле не прощает. Вот у меня есть один знакомый, который занимается вот этими технологиями, военный человек, да, этими технологиями. И они демонстрируют, они общались в свое время с ФБР и так далее, и так далее. Сначала ФБР вот так вот вводила по носу, показывали свои возможности по считыванию информации и так далее, и так далее. ФБР американский? Американский, да. Это как раз перестройка началась, там, дружить начали в засос, и начали обмениваться информацией, они приехали, все-таки растопыренные, говорят, ну, мы вам покажем, и наши точно, но ничего не могут. Но потом взялись, и через 6-7 лет где-то опять приехали те, и мы им показали, что мы можем. То есть, они там давали фотографии, говорят, ну, если вы такие умные, давайте. Иван Иванович, зайди, пожалуйста. Что ты можешь сказать в этой фотографии? Смотрел. Так, выошел ковать состояние, так, возраст, фамилия, имя, где живет, сколько детей, что закончил, где работает, у них челюсть отпала, не может быть. Это вообще никто не знал. Мы специально подобрали людей случайных, которые никто не знает. Дают в следующую, Марья Ивановна, заходи. Она тоже самая, ну, грубо говоря, у них челюсть отпала. Я говорю, а вы не боитесь, говорю, открывать такие возможности потенциальному противнику. Говорит, не боимся. Потому что, говорит, нас допускают, все ценят, там информационный мир, он градуирован по мотивации еще к тому же. Если у тебя мотивация низкая, то ты хочешь, не хочешь, ты не можешь выше пробиться. Он не знает твою, так сказать, как бы плотность другая, да, и ты не можешь пробиться. Если у тебя мотивация выше, то его здесь. Так вот, мы выскакиваем выше, и поэтому они нас не могут достать только потому, что у них мотивация такая. Поэтому мы не боимся. и заканчиваем. Нам пора выходить из сумрака. Хорошо. Так вот, если коротко, ради чего я сейчас затевался, это дело, что же дает возможности вот этого освоения информационного пространства, я говорю, гуманного, то есть, во-первых, получение принципиально новой информации. Вот то, что делал Тесла, получал свои открытия и так далее. Он называл прозревание принципов, подключение к разумному ядру Вселенной и так далее. Дальше. Коммуникационные возможности, не имеющие скоростных пространственных ограничений. Это мгновенная передача информации, мгновенная передача и прием, причем вне расстояния. Следующее. Там нету. Дело в том, что в информационном пространстве нашего понимания времени нету. Вот древние источники различали два вида времени. Духовное время и материальное время. Ну, я перевожу на наш язык, да? Вот. Так вот, там нету прошлого, настоящего, там все одновременно и там нет той эволюции, которая в материальном мире есть. То есть, циклической эволюции, эволюции и так далее, и так далее. Там только, там ничего не умирает, там все остается, сохраняется. Так вот, дальше. Создание новых материалов и объектов путем информационного структурирования материи. Что мы сейчас делаем? Мы берем, выплавили из руды металл, потом на токарный станок, обрабатываем, там стружка, в конце концов, мы что-то получаем. А если вдуматься, то любой материал, это есть композиция различных электронов, протонов, только структурировано, программировано по-разному. Вот в этом воздухе сейчас азот, кислород есть и так далее, и так далее. Те же самые, грубо говоря, электроны, протоны и так далее. Мы можем сделать так, если мы их смогли допрограммировать, то вот сейчас сюда брякнется кусок свинца, например, из тех же электронных протонов. Я сначала подумал, что вы говорите о связи идеального мира, что сначала появляется в виде идеи, какая-то деталь, но это само собой. И только потом она воплощается в физике. Это само собой, потому что это и есть программирование. Идеальный мир программирует материальный. Что там легче что-то создавать, только потом оттуда переносить сюда. А так оно и делается. И я заканчиваю, да? А, да. Кроме того, информационное воздействие на неживую природу, управление природными стихиями. Ну, мы знаем, что там волхвы вызывали дожди. Мы не знаем, я это никогда не видел нигде. Ну, есть у меня даже видеозаписи, как разгоняют облака. Вот. Информационное воздействие на животный и растительный мир при дании им новых свойств. Не генетическая вот эта вот штука, а не все другое. Это через информационные программы. И дистанционное управление поведением живых существ. Я говорю про гуманные какие-то вещи, потому что все это можно использовать и в целях оружия войны. Я говорю про гуманные средства. Поэтому, говоря о том, что сегодняшнее оружие, конечно, представляет очень серьезные угрозы для человечества, оно может просто погубить себя, если неразумно будет к такими возможностями обращаться неаккуратно. Но и пренебрегать этим вещами нельзя. В том числе наука должна не отпихиваться от этих вещей. Как бы она не вписывалась в ее парадигму и так далее. Быть внимательны. Правильно говорят, Ну, чтобы мозги были открыты. Правда, не настолько, чтобы выпадали. Но иначе нас обскочат как с кибернетикой, с генетикой и так далее, и так далее. И напоследок просто хочу привести одну цитату. Это Фрэнсис Бекон, это человек, который крупнейший философ. Который дал старт науке и сформулировал ее принципы. Совершенно верно. Хороший конец. Давайте. Кто владеет информацией, владеет миром. Так, готов ответить на вопросы, есть ли таковые. Сталин Леонидович, очень много информации. Вы меня как бы перегрузили, я ее перестал уже критически воспринимать. Лучше подготовить, если будет желание, следующую какую-то передачу, может быть, о закрытых технологиях. Сейчас не могу точно сформулировать. На самом деле, большое вам спасибо, что пришли. Посмотрим, какая будет реакция, посмотрим, надо ли будет делать, продолжить. Я мог бы, например, рассказать, будем говорить, о теории времени. Причем, не с точки зрения формул каких-то, а несколько сильных позиций, я думаю, это было бы интересно. Тем более, над этим большие философы и мыслители типа Хайдеггера бились и говорили это основным, ключевым вопросом. Вот, может быть, так. Я предлагаю посмотреть на реакцию. Понимаете, информация, готовы ли люди вообще к такой информации? Тут вопрос, вы знаете, сколько у меня возникло? Да, там многое, что могу вам сказать, может ли многое вместить? Ну, во-первых, целая категория людей скажет, ерунда, не верю. Вот это вот, я вам точно говорю, целая категория будет. Я даже вам скажу, что они скажут это не такими словами, как вы сказали сейчас. Что ж, ну, я сталкивался с такими словами. Если бы они немножечко еще соприкасались с некоторыми, в том числе, экспериментами, я думаю, у них много будет. Ну, потому что практика критерий истины, и истина сегодня будет для вас и для них из-за этого разная, потому что практика разная. Что ж, Тальдонич, большое спасибо. Вам спасибо, что смотрели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова